Get Fun на связи! В премшоп завезли контейнеры новогодний подарок. Возможно, самые щедрые коробки на лут в этом году. И вот это мы с вами проверим в ближайшие несколько минут, так как уже сейчас я слил на эти ящики все свои запасы дублонов с целью проверить свои же теории относительно самых выгодных ящиков. Теориями, кстати, и с шансом дропа поделюсь опять же в течение этого видео. В общем, жмите лайк, если разбор вам покажется интересным, а тем временем я расскажу еще и про халявные контейнеры, которые тоже можно получить сейчас. Таких есть сразу 4 вида. Первый подарок вы найдете в Адмиралтействе вот тут вот в углу. Второй на стартовом игране премшопа в порту. Третий это возможность обмена новогодних сертификатов на ящики. Получаются они с битием снежинок с 10 уровня. И вот тут главное не прогадать с выбором лучшего контейнера. Ну а четвертый вид халявы доступен только в декабре в комментариях под моими видео, так как в разгаре акция Dead Get Fun, которой одному зрителю каждого из своих выпусков дарит большой ящик. И вот этим победителем можешь стать ты. Подробные условия в комментариях. Ну а теперь давайте откроем ящики и узнаем, что же там лежало и какие из них являются, на мой взгляд, самыми перспективными с точки зрения получения игрового лута. Начинаем мы с малых ящиков. И если говорить про шанс дропа, то, на мой взгляд, это является практически мусорным видом ящиков. Дело в том, что, во-первых, тут и каждый из видов лута, ну, заметно менее перспективный и интересный. То есть всего-то каких-то там 5 сигнальчиков, 4 камуфляжа, да кому они, в общем-то, нужны. Но и это не самое главное. Ведь если суммировать шансы дропа из недавней новости про получение лута из этих видов ящиков, то на что-то помимо сигналов и камуфляжей, что-то помимо сигналов и камуфляжей, может выпасть всего лишь с шансом дропа что-то в районе 15,5%. Это немного. И, ну, я думаю, это в целом такая вот история. То есть вряд ли я вот сильно сомневаюсь в том, что из 20 ящиков не выпадет хотя бы что-нибудь интересное. Хотя нет, смотрите, вот немного угля выпало и то приятно. То есть, кстати, вот уголь это что-то из разряда редкого имущества, которое тут можно получить. Хотя не сравнить с возможностью получить какой-нибудь премиум девятки. Это вообще менее 1%. То есть, если выпадет, то, друзья, будем верить в новогоднее чудо. И, кстати, да, я должен заметить, что корабли имеют... Ну, есть большой список кораблей, которые могут выпасть из этих ящиков. У меня за долгое время игру в World of Warships и приобретение всяких прям корабликов, конечно же, большая часть этих прям кораблей есть, но все-таки в каждой из номинаций корабли лоу-левел... О, 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 что это? Что это? Ничего себе! Я только-только хотел сказать, что не верю, не верю в возможность чего-то такого получения. И, смотрите, сразу из малых ящиков выпало. Ай... Я думаю, что эта история из разряда статистической случайности. Так что... Не, ну если еще один корабль выпадет, то, наверное, я пересмотрю возможности получения кораблей. Но, друзья, вот давайте вот так вот в комментариях напишите, а кому-нибудь вот из совсем малых ящиков что-нибудь падало или нет. А мне, допустим, вот выпал прям шестого уровня. И тут я прервался, прервал мысль, что у меня в каждой из номинаций, там есть номинация лоу-левел кораблей, я средних уровней кораблей и редкие кораблики, в каждой из этих номинаций есть хоть какой-нибудь корабль, который можно было получить. Сразу же скажу, что, в принципе, вместо вот этого журы мне могла какая-нибудь, не знаю, история про корабль четвертого уровня выпасть. Но я их все уже давным-давно купил за дублон. Так что тут стоит хотя бы просто подчеркнуть момент того, что корабль шестого уровня мне в том числе мог выпасть из-за того, что совсем уж песочный флот я на всякий случай из премшопа выкупил. Потому что если этот корабль есть в списке, вот в списке кораблей, которые выпадают из этих контейнеров, то, знаете, вот если он у вас уже есть в борту, то шанс дропа этого корабля, в общем-то, перетекает на другие кораблики в этой группе. А если у вас есть вся группа кораблей, там, допустим, лоу-левел кораблей, то весь этот шанс дропа переходит на корабли выше уровня. То есть если вдруг вы прям какой-то магнат и выкупили себе весь миддл-левел, лоу-левел, то вот эти вот самые проценты, которые указаны в новостях, я их тоже где-нибудь вот тут вот опубликую, чтобы было более наглядно открытие ящиков. То есть все эти проценты, они перетекают в историю про получение редкого корабля. Посмотрим, получится ли мне получить редкий корабль. У меня есть одна прям девяточка, которой нет. Еще у меня в порту. Ну и малые ящики мне этот корабль не подарили. Хотя Журу, Журу тоже получить приятно, я вам скажу. Может быть, даже сделал про нее обзор. Пишите, нужен ли он вам или нет. И вот мы потихонечку переходим к формату средних ящиков. Тут сразу видно, что практически в три раза у нас получается более приятный лут. То есть вот эти вот редкие сигналы, они, ну, на мой взгляд, являются более полезной историей, нежели совсем уж камуфляжики какие-то, которых вот у меня, допустим, тьма тьмущая уже на фарминг-аккаунте. А вот эти вот сигналы иногда помогают мне быстрее прокачивать ветку. И вот, кстати, недолго, недолго прошло. И вот у нас второй, второй корабль из этих ящиков. И теперь у нас выпала пятерочка. Но это тоже, получается, история про выпадение корабля малого уровня. И если говорить именно про эти ящики, то в предыдущих ящиках на это событие было у меня 2% шанса, сейчас 7%. Конечно, процент побольше, но так как группа, она, видите, обширная и захватывается с пятого по седьмой уровень, то, ну, выпадение корабля может вызывать разные эмоции. Вот, наконец-таки, начинают сыпаться мне еще и дублоны. Это тоже история приятная, потому что с созданием этого видео я оказался полностью на мели. И мне бы хотелось бы хотя бы, чтобы часть дублонов не вернулась обратно. Так что я очень-очень-очень рад появлению дублонов. А вот появлению новогоднего серпантина, хотя и, в принципе, выглядит тут неплохими бонусами, но я считаю, что вот для ветеранов, если вот вы ветеран проекта, такой же, как я, то есть у вас длинная история игры, и у вас, скорее всего, очень много всяких разных камуфляжей с разных новогодних праздников, с разных праздников, не только новогодних, поэтому получение вот этой вот морозной ели и прочей-прочей-прочей истории, ну вот лично мной, простите, если у вас это не совпадает, но для меня это, допустим, уже такой околомусорный контент, который я вряд ли даже полностью рано или поздно использую. Так что очень печально, очень пока что печально, что количество кораблей из этого вида ящиков, который, кстати, я считаю наиболее перспективным и интересным, ну, пока что не оправдывает мои ожидания, то есть всего лишь один корабль и самые дешевые номинации. И тут сразу должен сказать, почему я считаю, что контейнер новогодних подарок, вот эти вот большие, они самые выгодные с точки зрения получения лута. Дело в том, что их стоимость... О, еще один, еще один корабль, самый дешевый, самый дешевый, самого дешевого направления, прикольно. Так вот, почему я считаю эти корабли наиболее полезными, наиболее выгодными с точки зрения получения лута? Дело в том, что вот все вот эти вот проценты, которые, опять же, опубликованы сейчас вот в том числе и в этом видео, они справедливы будут и лишены какой-то математической случайности на длинной дистанции. То есть, если вы купили три контейнера, это далеко не факт, что вам выпадет вот какой-то конкретный лут из этих ящиков. Это даже десять контейнеров не гарантирует вам получение корабля, хотя и два с половиной процента это, ну, достаточно высокий шанс дропа, согласитесь. Ну, вот, допустим, в новогоднем ящике или в большом новогоднем ящике 9%, но если вы купите десять ящиков больших, не факт, что этот корабль вам выпадет хотя бы один раз. Но чем больше ящиков вы покупаете, тем выше статистическая вероятность то, что вы перестанете быть жертвой случайности и вам улыбнется именно, что статистически должна улыбнуться удача. То есть, на малое количество открытий шанс оказаться либо мега-частливчиком, либо мега-неудачником, он, конечно, достаточно высок. Ну и, собственно говоря, именно поэтому я решил, что лучше куплю побольше больших ящиков и поменьше гигантских ящиков, потому что гигантские ящики являются, знаете, ну, такой дорогой историей. Они очень выгодно отличаются в плане получения лута. Сразу 12,5 тысячи угля мне это показывает. Ну, вообще здоровски, здоровски, мне это нравится. Но, думаю, большое количество таких ящиков себе приобрести вряд ли позволят все и каждые. Ну, а шанс дропа тут ненамного отличается от средних ящиков, чтобы прям вот, ну, взять и поставить all-in на этот вид... на этот вид контейнеров. К тому же, что тут все так же выпадают практически ненужные луты в виде сигналов, дешевых сигналов и дешевых камуфляжей. А вообще, если говорить точно, то вот этот вид лута в этих видах ящиков, но он максимально подавляющий. То есть, тут если посмотреть на проценты, то если вы вложите дублоны в контейнеры, совсем нет шансов того, что вы выйдете из этой истории совсем без каких-либо камуфляжей на... Блин, Леон, а можно мне какой-нибудь премь девятого уровня у меня есть? Нету одного премь девятого уровня, дайте мне его, пожалуйста, разработчики. Я, видимо, не весь песочный флот довыкупил, и вот в этих ящиков он мне выпадает прям очень-очень обильно. И ох, ничего себе, смотрите, второй из гигантских, При том, что у нас во втором, ну, второй вид ящиков был 20 штук. Мы их открыли, и там выпало два корабля. А гигантских было всего 16, и смотрите, мы даже не прошли середину. И каким-то макаром мне наконец-таки выпадает корабль из категории кораблей средних уровней. То есть, корабли с восьмого по девятый уровень. Ну, ничего себе, ну, ничего себе, ну, просто прекрасно. О, хо-хо-хо, че? Так, пацаны, я не знаю, что разработчики сделали с шансом дропа. Наверное, кто-то где-то, хе-хе, кто-то где-то знал, что этим утром я записываю видео про создание... Я даже на всякий случай перепроверил, идет ли у меня запись или нет. Что у меня идет запись, вот, открытие ящиков. И мне, по-моему, что-то подкрутили, друзья, с гигантскими контейнерами. Потому что я был к ним... Отношение у меня к ним, сразу скажу, было предвзято. И не самое... Ну, мне казалось, мне казалось, что несмотря на то, что там показано чуть-чуть выше шанс дропа, то есть в районе, если говорить про проценты, что-то в районе 29% на получение что-то приятного, помимо вот сигналов и камуфляжей, я думал, что это со мной не сыграет. Но, тем не менее, пацаны, смотрите, это еще один четвертый корабль. Четвертый корабль! Обалдеть, слушайте, нет. Я должен сразу сказать, что это видео не является рекомендацией по покупке каких-либо ящиков. И я в целом против покупки ящиков, потому что считаю, что если уж есть возможность задонатить, то лучше купить себе со скидкой какой-то прем корабль, которого у вас нет, но который вы хотите. Кстати, на эту тему видео выходили у меня на канале на этой неделе. То есть они есть в подсказках. Посмотрите, там корабли за дублоны шикарные есть выборы, либо за уголь. Тем не менее, вот таким вот адреналиновым наркоманам, у которых есть немного... Да ладно, серьезно? А еще и Хаято! Блин, слушайте, а Смолан-то может выпасть из этих видов ящиков? Я даже на всякий пожарный проверю, потому что вот этот вот вид корабля мне, допустим, сейчас был бы интересен. То есть Хаято выпадает... Ну, можно сейчас купить за свободный опыт. Мне просто очень сильно жалко это количество опыта на корабль, Который не является чем-то исключительно вкусным и интересным. Тем не менее... Блин, аааа, все. Кончились, друзья. Кончились подарки. Но я, кстати, обратил внимание, да, Смолан-то относится к тиру редких кораблей. Так что, наверное, я еще немного пооткрываю этих ящиков. Чем черт не шутит, сохраню себе возможность на получение чего-то исключительно интересного. Но, но, подводя итоги сейчас тому, что увидел, я, если честно, маленечко офигел. То есть, мои ожидания относительно получения лута отчасти были оправданы. То есть, я получил неплохое количество кораблей. Ну, мне норм, мне, конечно, зашло. Я думаю, что 30 тысяч дублонов, которые я всадил в эту историю, и 20... Этих, как там... 20... Давайте, кстати, еще раз. Мне что-то понравилось. Давайте попробую все оставшиеся купоны, которые у меня в данный момент присутствуют. Еще я обменяю на новогодние... Вот так вот, на два гигантских контейнера куплю. Чего бы нет. И у меня вот еще вот сюда вот есть... Блин. Ну, в общем, друзья, вот что. Вот по итогу. Вот это прям вообще мусор. Не рекомендую совсем покупать. Вот это вот я рекомендую покупать. Не все еще кажется, что если вы статистически верите... Ну, не верите в удачу, а верите в статистику, то вот сюда. Потому что можно за ту же самую сумму купить большее количество подарков. И повысить свой шанс на получение конкретного лута. Этого, друзья, для тех, кто верит в удачу. И, судя по всему, я, наверное, должен в нее поверить сегодня еще более сильно. Возможно, мне эта лута такой летит за то, что у меня 100 тысячный юбилей прилетел на канал. И тут меня прям вот, в общем-то, одаривает игра изо всех сил. Давайте проверим еще пару ящиков. Что же тут у нас? Нет. Нет. Разогнался, разогнался. Но в любом случае, друзья, даже так. Все равно очень рад тому луту, что мне выпал. Надеюсь, мой опыт был вам любопытенен, интересен и полезен. Постарался в течение этого видео рассказать про ящики все, что я про них знаю. И показать вам процесс их открытия. Ну, а дальше уже, друзья, делайте вывод сами. Стоит ли вам покупать ящики. Либо все-таки стоит купить что-то более полезное. И купить какой-то корабль, который вам понравится наверняка. Потому что ящики, как вы видите, это история, где просто может выпасть много всякого прям имущества. Но которое постфакту может оказаться вам не самым полезным. То есть, допустим, Хаята я не покупал в том числе и потому, что он мне кажется неинтересным с точки зрения игровых возможностей. Но теперь он у меня есть, а значит и видео по нему, возможно, появится. Ну, а на этом, друзья, давайте будем закругляться. Жмите лайки, если вам это видео понравилось. Не забывайте принять участие в акции DeadGetFun и для этого обязательно писать ник в комментариях. Ну, и напишите в комментариях что-нибудь интересное, может быть полезное. Может быть поделитесь своим опытом открытия контейнеров. Я же на этом закругляюсь. Спасибо вам за просмотр. Желаю успехов. Пока-пока.